Всем привет! С вами я, Алиса. Судя по активности в моих социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм, сегодня будет один из самых долгожданных обзоров за историей моего канала, потому что после ребута Школы Монстров, Мотел обрадовал фанатов Монстр Хай новым интересным набором с Клеуденил и Гулей Елпс. Видео-анонс данного набора я уже выпускала на своем канале, так что если вам будет интересно посмотреть мои первые эмоции, то ссылку на видео я оставлю в описании. А перед тем, как мы начнем наше видео, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Что ж, запасайтесь вкусняшками, а мы не будем терять время, начинаем знакомиться с этим сюрпризом. Сет с Клео и Гулей является эксклюзивом интернет-магазина Мотел Шоп наподобие Фенигана Уэйка в 2015 году, за которого проголосовала большая часть лаверов. Приобрести куколок можно было с 19 июля 2017 года на сайте Мотел Шоп. Давайте рассмотрим коробку. Хоть это не Комик-кон, набор все равно выглядит суперэффектно. Вся внешняя часть бокса представляет собой растрескавшуюся от времени каменную стену египетской пирамиды. Наверху нам представляется табличка с иероглифами. Чуть ниже силуэты совы Гулей, да и ее собственно. Она изображена тут с факелом. Очень интересная задумка, потому что зомбяшка отправляется к входу в пирамиду, которая поначалу может показаться какой-то черной дырой, ведущей в пропасть. Сзади высечена грациозная царица Клео Днил, держащая в руке своего питомца, давно знакомую нам Кобру Хизетту. По краям напоминание, что куклы выпущены для взрослых коллекционеров, а также герб Школы Монстров. Сверху логотип Монстр Хай. Стандартно всем коробочкам информация о производителе указана внизу. Можно прочесть, что куклы сделаны в Индонезии. Таким вот образом открывается коробка, и на крышке скотчем пристрелен дневничок, находящийся в пакетике. Если честно, я ожидала увидеть их два, ведь куклы-то две, но не тут-то было. Производитель посчитал эту деталь пустышкой и решил чуточку сэкономить, сделав общий дневничок. Конечно, дизайнеры сделали акцент больше на внутреннюю часть коробки, украсив ее золотыми египетскими орнаментами. Здесь красная стена, похожая на нефрит, золотая надпись Монстр Хай и круг с символами и иероглифами, а в середине драгоценный камень с черепком Монстр Хай. По бокам нарисована статуэтка Анубиса, держащая такой же алмаз. Для тех, кто забыл, кто такой Анубис, напоминаю, это божество древнего Египта с головой шакала и телом человека, проводник умерших в загробный мир. Внизу коробки мы видим символы, а обе стороны ничем не отличаются друг от друга. На задней части, на древних папирусах, находятся имена дизайнеров, а также интересная история. Слева большая рамка с Клео и Гулей, украшенная алмазами, а справа находится компас. Наверху коробки блистер. Пожалуй, это единственное место, где можно хоть краем глаза взглянуть на кукол, ну или хотя бы на их головы. Итак, мы открываем вот таким вот образом дверцы и попадаем в настоящую гробницу. Дверцы держатся на липучках и с внутренней части представляют золотые блестящие иероглифы. Чтобы разобрать скрытый смысл текста, который тут написан, надо быть разработчиком этих кукол, кем я пока не являюсь. Но могу отметить некоторые стадии. Например, скоробея, раскрывающего свои крылья, также глотающего насекомого Нефера Хизетту, ну и сами изображения персонажей. Но вообще, рассматривая каждый иероглиф по отдельности и вникая в суть этого послания, я вроде как уловила смысл. Выходит такая ситуация. Две сестры, одетые в черлидерские костюмы, ненавидят друг друга и поэтому устраивают некий поединок между животными. Разумеется, змея Клеуденил, обладающая большим размером, волей-неволей в итоге сожрала бедного скоробея. В свою очередь, иероглифы Гулии рассказывают о ее похождениях, которые можно прочесть в дневнике Гулии. Далее видим два столба, на которых написано с одной стороны Клеуденил, дочь мумии, с другой Гулия Елпс, дочь зомби. На самом деле, конструкция очень интересная, но неудобная. Когда пытаешься полностью развернуть дверцы, они возвращаются в прежнее положение. И это немного подбешивает, потому что ты хочешь рассмотреть кукол, а тебе для этого приходится прилагать некие усилия. Внутренняя часть представляет нам целую сцену, происходящую в самой пирамиде. Гулия спускается к Леополестнице в ее комнату. Очень круто, что часть лестницы является изображением на картинке, а две ступеньки сделаны объемными. Кстати, на кровати можно увидеть те же иероглифы, что были на внешней коробке, и это обозначает Клео. Что же касается самого фестиваля Сан-Диего Комикона в 2017 году, то если раньше Мотел каждый год создавал целую выставку кукол, дополняя большие стеллажи новинками, то в этом году ситуация намного печальнее и иначе. Прошлый Комикон запомнился нам двойным пэком Ребекки с ее отцом Хексикаем, охотницей за привидениями Фрэнкиштейн, а также марионеткой Сидор Вуд. В этом году мини-стенд состоял исключительно из Монстр Хай, а именно эксклюзивов Мотел Шоп. Выглядело как маленькое окошечко с красивыми надписями и логотипом школы монстров. Скромненько, но со вкусом. Даже несмотря на такую маленькую компанию, Мотел не забывал делать анонс ярких кукол, которые появятся в 2017-2018 годах на полках с ярлычком Монстр Хай. В основном, конечно, преобладают не шарнирные бюджетные куклы, однако есть и более выделяющиеся персоны. Как, например, ребутная Хоу Лин и набор с Твайлой и Дракулаурой из коллекции School Spirit Школьный Дух, которые мне уже удалось увидеть во французском Тойз Эйресе. Ставьте лайк, если ждете охоту на кукол. Итак, мы наконец-то распаковали кукол, а чтобы подтвердить миф о подставках, скажу, что да, они действительно есть и прятались в основании коробки. Находятся они в пакетике вот в такой вот картонке. Каждая подставка с прозрачной стойкой, прозрачным держателем и черным основанием. В набор куклам прилагаются их питомцы. Золотая Хизетта и зеленый Сэр Ухухлот. А также не забываем про общий дневник, как в старые добрые времена. Его страницы имитируют папирус, на котором Клео с Гулей оставляют свои истории. Шрифт у Клео не особо читабельный, так что поведаю вкратце. Из самых интересных моментов мне приглянулась реплика Неферы в диалоге с Клео. Когда на вопрос младшей сестры, что означают эти иероглифы, Нефера ответила, они обозначают то, что после стольких веков гробницы ты отупела. Как оказалось, моя теория насчет смысла иероглифов на коробке оказалась ложной. На самом деле случилось вот что. Клео спросила несколько королевских слуг о том, не желают ли они поиграть в мяч. Таким образом она сможет попрактиковаться в чирлидинге. Так как Нефере тоже смертельно скучно, она будет поддерживать команду противников. А ее избалованный питомец Корабей Азура будет в роли мяча. Хизета же вырвалась сыграть роль ворот. Естественно, больше всего ей в этом нравится возможность вытянуться и увеличить ворота по своему капризу. И, конечно же, иметь возможность поймать мяч, а в данном случае стиснуть зубы на Азуре. У Клео были преимущества, ведь Хизета была на ее стороне. Так что не секрет, почему же она одержала победу. Ну а теперь начинаем рассматривать кукол. Эксклюзивы 2017 года с новой рисовкой, не похожей даже на ребут. Однако куклы выпущены на старом теле и со старым молдом. Общее в их глазах это обворожительный взгляд, который у героинь направлен в сторону. Благодаря этой особенности они словно смотрят друг на друга или же в противоположные стороны, в зависимости от того, как вы их расположите. Искра, буря, безумие. По сравнению с прошлыми выпусками губы чуть уменьшены. Кстати, сравнивая кукол, можно сказать про руки. Кисти кукол не жестовые и старые. Как вы помните из моих прошлых обзоров на ребутовских монстряшек Garden Ghouls, теперь все куклы обладают человеческими ручками. Что касается волос, то это что-то среднее между волосами кукол старого типа и монстряшек ребут версии. Например, у кукол Garden Ghouls заметно, что волосы блестят и похрустывают. У Клео с Гулией они более мягкие. Прошивка у кукол частая и волос много. Это, конечно же, не может не радовать. А у Клео и Гулии такого не наблюдается. Куклы полностью шарнирные. Клео с Гулией уже второй раз за всю историю Монстр Хай выпускаются вместе. Сначала они были в стареньком наборе Classroom. Что ж, наконец-то мы с вами переходим к обзору на куколок. И начнем мы с дочери зомби, Гулии Елпс. Лицом Гулия больше напоминает свою базовую версию. Но волосы теперь менее прямые, да и аксессуары значительно отличаются. Волосы достаточно пышные и кудрявые, привычных нам голубых и синих цветов. Ободок базовой Гулии сменился на походную шляпку зеленого цвета. Она с рельефом в виде паутины. Ее опоясывают два синих ремешка. А на макушке ползают два красных паука. Видимо ядовитых. Шляпа держится на голове с помощью заклепок. Кстати, для них же и созданы эти отверстия. Хотя без крепежей смотрятся как настоящий брак. Но это только смотрится. Кстати, это выглядит очень смешно. Видимо, Мотел никак не может обойтись без повторяющихся аксессуаров. Например, очки Гулии уже миллион пятьсот раз были в других сериях. В том числе и базовой. Разница лишь в цвете. В этом выпуске оправа окрашена в синий цвет под волосы. Под очками находится пластиковый защитный слой, чтобы не смазать макияж куклы. А чтобы рассмотреть мейк, стоит приподнять этот аксессуар. Глаза обрамляют нежные голубые и зеленые тени. Изогнутые брови выражают либо недовольство, либо удивление Гулии. Ну, скорее всего второй вариант. На щечках жумянец слегка заметный. Губы окрашены красной яркой помадой, которая очень подходит дочери зомби. Помимо очков, у Гулии есть словно металлические длинные серьги красного цвета в виде тянущейся ручки, покрытые блестящей краской. Шарфик является отдельной деталью. Как и полагается зомби, шейный платок с узором мозгов. Аутфит Гулии, как у самого настоящего путешественника. Он состоит из рубашки и бридж. Серая рубашка сшита аккуратно. Один карман не пришит, так как является принтом, нанесенным на ткань. С другой же стороны он выпуклый, но положить в него ничего не удастся. На плечах красивые валаны, подтеки черного цвета, так же как и конца рукавов. По центру идет красная имитация пуговиц. Сделаны они из такого же материала, как и сережки. Тем не менее, рубашка держится на липучке сзади. Бриджи с синими полосками, а так же зелеными черепками без бантиков. А вот как раз таки к этим укороченным джинсам и пришит карман. На секундочку, как по мне, это некая отсылка к Фрэнкиштейн Гоустбастерс. Уверена, в таком удобном костюмчике Гулии Йелпс чувствует себя суперкомфортно и готова отправляться вновь и вновь на новые приключения. У Гулии поясной кошелек, в народе называемый сумка продавца на рынке. Однако, такой фасон уже стал модным трендом, так что не гоните на Гулию. Ну, это если что. Сумка держится на красном ремешке и имеет рельеф из вилен. Ну, это же все-таки аксессуар Гулии. Видимо, одной сумки ей мало, и поэтому дизайнеры наделили ее еще одной, напоминающей аксессуар Вайдоны I Love Fashion. На ней виден принт руки, похожий на символ из сериала Королевы Крика. Кстати, сумка открывается и достаточно вместительная. Еще один аксессуар для Гулии – факел с оранжевым черепком на черном держателе в виде кости. А сапоги полностью повторяют молд базовых. Различия лишь в цвете. У эксклюзива Мотел Шоп шнуровка красная, подошва и каблук зеленый, а черепок изображен на белом кружке. А теперь перейдем к рассмотрению красавицы Клео Даниил. Это лучшая подруга Гулии, избранная ей судьбой. Перед нами образ самой настоящей египетской царицы. Так что все царицы отдыхают в сторонке. Детализация куклы просто зашкаливает. Во-первых, это обилие украшений. А во-вторых, позолоченные детали. Уверена, данная Клео понравится любителям золота и роскоши. Лицо куклы выглядит очень изящно. Такие формы носика и губ добавляют ей мелоты. Глаза голубые и загадочно смотрят в сторону. Они имеют длинные стрелки, нарисованные темной подводкой. Этот прием делает взгляд Клео глубоким и выразительным. Помада у нее темно-бордовая, идеально подходящая под образ. Макияж глаз египетской царицы не может обойтись без использования мерцающих золотисто-желтых, например, теней. Они нужны для того, чтобы придать глазам эффект сияния. Поэтому не удивляет, что тени у Клео нанесены в несколько слоев. Причем они разных цветов, наложенные друг на друга и доходят аж до бровей. Получается некая радуга. Походу Клео не смогла определиться с выбором нужного тона и решила намазекаться сразу всеми. А узоры под глазами золотого цвета выполнены в форме паутинки и красиво обрамляют глаза. Кстати, впервые за всю историю персонажа Клео Денил алмаз под правым глазом не нарисован, а приклеен, как самый настоящий драгоценный камень. Вот это поворот. Пожалуй, к нему еще надо будет привыкнуть. Сережки это интересная деталь и еле-еле заметно под массивным украшением. Оказывается, сережки уже были в серии Скулз Аут. Эх, а я-то думала, что все у Клео единственное. Деталь на голове сделана под золото. Чувствуя за эти 3-5 минут, вы услышите от меня столько слов золота, позолоченный, сколько не слышали за всю жизнь. Такова жизнь долл-блогера. Лишь змея с короной в центре, выделена бирюзовым цветом. Украшение крепится пластиковыми крепежами к голове куклы и снимается. Оно сделано из пластика и красиво не спадает. А сзади корона имитирует крылья. Прическа не представляет собой ничего необычного. Это распущенные волосы, но с висков взяты две пряди и заплетены сверху в хвостик. У Клео осталась прямая челка, как и у Гулру. Вообще, эксклюзивная Клео Денил очень похожа на Клео Хэллоуин. Разница, конечно, есть в одежде и макияже, но согласитесь, стилистика почти идентичная. Также можно сравнить этот выпуск с Неферой Денил Буйорк Буйорк. Волосы новой Клео полностью черного цвета с добавлением бирюзовых люрексовых прядей. Волосы выглядят даже длиннее, чем у базовой куклы из 2010 года. А прямая челка и блестящий люрекс дополняют египетский образ принцессы, хорошо сочетаясь с золотой змеиной короной и украшениями. Если у Гулии скромненький платочек, то у нашей царицы на шее массивное золотое украшение с покрашенной красной змейкой, которая держится как чокер. Сзади конструкция такая же интересная. На талии находится пояс, похожий на сетку, сделанный из более мягкого материала, чем прошлые аксессуары. К тому же металлического блеска он не имеет. Пряжкой является око, с помощью которого расстегивается пояс. Это удобно, что с передней стороны можно его снять и легко убрать эту деталь с ее аутфита. Длинные браслеты на руках имеют металлический блеск, и на каждом из них изображена голова Анубиса. Этот аксессуар напоминает мне чашу. У эксклюзивной куклы Клео необычный наряд, блестящий черно-бирюзовый комбинезон с желтыми узорами. Рукава сделаны из черной сетки, которая усыпана золотыми блестками. Блестки, к счастью, не осыпаются. Снизу комбинезон специально отрезан в форме треугольника. Одна из важных деталей аутфита – тканевые бинты с блестками. Они держатся на резиновых браслетах. Вот только представьте, какая же это кропотливая работа. Сзади такая конструкция выглядит как крылья. Кстати, бинты со временем запутываются, но распутать их легко. То есть такие некие наушники. Многие куклы облачены в высокие золотистые туфельки. Золотая часть обуви не блестит, а оранжевые камни и платформы бирюзового цвета отливают металлическим блеском. Каблук высокий, а подошва пустая. В общем, очень необычные и красивые туфли. Но не только обувь супер, но и весь общий образ. Очень много золота. Рассматривать кукол и изучать их историю было интересным и захватывающим занятием, которое доставило мне особое удовольствие. Надеюсь, у меня получилось передать вам те эмоции и чувства, которые переполняли меня в процессе обзора. Все-таки, почему именно такая задумка пришла в голову дизайнерам? Почему эксклюзивами стали Клео и Гулия, а не Кэти Нуар с Фараоном? В общем, меня все мучил этот вопрос. Но, скорее всего, это связано с ребутом Monster High. И, внимательно изучив дневник, я пришла к выводу, что производитель хотел рассказать нам, откуда появилась Клео с Гулией и что же происходило до создания Школы Монстров, где каждому рады. А на фоне таких сногсшибательных и детализированных кукол даже закрываешь глаза на повторение аксессуаров. К тому же, они повторяются лишь у Гулии, а она не является центровой фигурой в этом наборе. Потому что, если бы не было Клео, Гулия бы не отправилась в гробницу. Ведь так? С другой же стороны, после прибытия в Египет, Гулия узнала, что алмазы были слабостью принцессы, чья великая семья исчезла на тысячелетие. А если бы Гулия не искала Клео, то мы бы не увидели такого персонажа. В общем, какая-то палка о двух концах. Я считаю, что эти монстряшки заслуживают особого королевского обращения. Надеюсь, если вы мечтаете об этом сете, то ваша хотелка сбудется. И такие чудно-лютые подружки, как Клео, Даниил и Гулия Емс, украсят или же откроют вашу коллекцию кукол. Пишите в комментарии ваше мнение о данном наборе. Собираетесь ли вы его приобрести? И кто вас больше впечатляет, Клео или Гулия? Буду рада общению с вами. А также не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик и делиться этим видео с друзьями. Всех вас очень-очень люблю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok